Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Прадье Жан-Жак. Жан-Жак Прадье, иногда также Джеймс Прадье, французский художник и скульптор швейцарского происхождения. Родился 23 мая 1790 года в Женеве, Швейцария. В 1807 году уехал в Париж, учился в живописи у Франсуа Жерара, затем в скульптуре у Фредерика Лемо. В 1813 году был удостоен римской премии и последующие пять лет провел в Риме. Я пользуюсь переводной Википедией. Во возвращении в Париж Прадье дебютировал в Солоне в 1819 году и стал заметной фигурой в художественном мире Франции. Он также обучался у Жана Агюста Доминика Энгра. С 1827 года был профессором в школе изящных искусств и регулярно принимал участие в парижских салонах. В круг его друзей входили поэты-романтики Мюссе, Гюго, Готье. В салоне, собиравшемся в мастерской Прадье, царила его подруга, актриса Жюлиетта Друэя, ставшая в 1833 году многолетней постоянной спутницей Гюго. Выставленная в следующем году на салоне скульптурная группа Прадье сатиры Вахкханка вызвала скандал, поскольку многие увидели в персонажах сходство с самим скульптором и его бывшей любовницей. Прадье уже изображал Друэя в аллегорическом виде, как статую города Страсбурга в скульптурной группе на площади Согласия. Это произведение Прадье было приобретено Анатолием Демидовым для его виллы во Флоренции. Также им был заказан памятник его брату Павлу Николаевичу, умершему в 1840 году. Погребальная скульптура представляет собой распятие Христова. Первоначально была размещена Санкт-Петербургская усыпальница Демидовых в Александр-Невской лавре и уже в 1875 году сыном Павла Николаевича Павлом Павловичем Демидовым была перенесена в Иско-Никольскую церковь города Нижнего Тагила. Среди других известных работ Прадье были статуи и бюсты королей Людовика XVIII Луи Филипп и герцогов аролианских множества скульптурно-античной темы. Прадье участвовал в создании скульптурного буранства Триумфальной арки и Дома инвалидов. Его манера тяготела гораздо более к классицизму, чем к набирающему силу романтизму. Гюстав Флабер в 1846 году отзывался о Прадье как о великом художнике, настоящем греке. Умер Жан-Жак Прадье 4 июня 1852 года в возрасте 62 лет. Вот так вкратце из Википедии о французском художнике, скульпторе швейцарского происхождения Жан-Жак Прадье. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова